Привет всем любителям кино! Пила Спираль – это уже девятая часть кинофраншизы. После восьмой части казалось, что франшизу надолго законсервируют. Но два года назад пороги студии Lionsgate начал отбивать Крис Рок со своим видением в развитии франшизы. Всё это вылилось в фильм Пила Спираль. А то, каким получился этот фильм, ответят критики. Феликс Кривенцов, HorrorZone.ru, оценка 4 из 10. Вышла пусть и не кошмарно, но удручающе. Никакой больше мрачной философии и подтекста, никаких неожиданностей, никакой пилы. Спираль – это проходная детективная бэшка, до смешного банальная и прямолинейная. Вадим Богданов, Intermedia, оценка 5 из 10. Вообще, ещё не успев встать на ноги, Спираль тут же падает плашмя лицом в грязь, которая осталась от предыдущих лент серии. Вся детективная линия сразу же рассыпается. Герои разговаривают исключительно штампами. Говорить о логике, сценарии или хотя бы более-менее похожих на человеческую речь диалогах в контексте франшизы всегда было своего рода моветоном. И здесь, к сожалению, ситуация никак не меняется. Мариам Григорян, Конобу, оценка так себе. В Спирали чувствуется большое уважение и любовь авторов к оригинальной франшизе. Есть драйв, красивый визуал и отличные тематические ловушки. На фоне однотипных детективных триллеров фильм выделяет юмор, актёрская игра Криса Рока и его прекрасный, хоть и короткий, дуэт с Эмюэлл Джексоном. Но в целом новая интерпретация пилы получилась гораздо слабее, чем первый фильм серии или его ранние сиквелы. Тимур Алиев, киноафиша, оценка так себе. Пила Спираль не то чтобы чистый триллер или хоррор. Создатели сделали акцент на драматической составляющей, уделив значительное время хронометража разговорам, семейным разборкам и флэшбекам. Девятый фильм франшизы с натяжкой можно назвать историей, которая завораживает дух и по-настоящему пугает. Пила Спираль не пытается выставить достижения предыдущих фильмов серии несущественными. Вместо этого она делает шаг в сторону и смещает акценты. И это идет только на пользу, новая часть одновременно воспринимается и более взрослой и кажется по-настоящему страшной. И пускай девятая часть больше ориентирована на новую аудиторию, фанаты точно не останутся разочарованными после сеанса. Что ж, оценки у фильма посредственные, но идти или не идти на этот фильм в кино решать только вам. С вами был Кинодиван, понравилось видео ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал, будет много интересного.